Всем привет! Сегодня мы поговорим о менталитетах, о турках, о турецких мужчинах. Немножко расскажу, потому что я живу в Турции. У меня есть опыт уже определенный, точнее, опыт, который я вижу здесь среди своих друзей, знакомых турок, что я вижу среди моих подружек-турчанок, что я наблюдаю в их отношениях, взаимоотношениях. И я хочу сегодня рассказать, как турки знакомятся, общаются, начинают ухаживание с самими турчанками, с девчонками местными, потому что здесь свой менталитет, естественно. С иностранками, по моему опыту, что я вижу, это происходит по-другому. И наши девушки ждут, европейские, в том числе не только наши славянские, европейские девушки, в общем, других каких-то стран. Девчонки ждут, что турки все врут о любви, по ушам ездят, такие все бла-бла-бла, очень активно себя ведут, нахрапом берут, много чего обещают, по факту потом не делают, петушатся перед тобой, все самое лучшее показывают. Да, это отчасти правда, но если мы берем отношения с турчанками, там немножко по-другому все происходит. Тоже этот элемент есть, но немножко по-другому. Из-за общественного и религиозного, в том числе, порицания в социуме, в обществе, я сейчас, кстати, говорю про культурных, социализированных, живущих в городе, с какой-то там обучением, с, например, институтом, образованием, с работой, в общем, среднестатистический культурный человек, да, без каких-то перегибов. Если мы берем такие вот ухаживания и знакомства, вы знаете, что знакомятся очень часто по рекомендации, это просто надежнее, это приятнее, потому что человек, на самом деле, проверен, ну, сватовство, да, я про это уже многое-многое говорила. К нему присмотрятся, да, если кто-то порекомендует невесту или жениха какого-то, это всегда так, ну, типа, приятно. Я вот про вот этот период ухаживания хочу рассказать. То есть познакомятся сейчас по-разному знакомятся. И вот через друзей-знакомых по рекомендации, и твиттер, и тиндер, и соцсети, и инстаграм, и все прочее тоже. В общем, короче, способов уйма. Через всякий сайт знакомств, короче, все то же самое в тиндере сидят и ходят на свидание. Но когда уже начинаются отношения, ведь девушка симпатична, очень часто турок, вот он петушится, покаживает все самое лучшее, подарит дорогие подарки, одевает лучшую одежду, там супердушится, обливается парфюмом, водит в дорогие рестораны, которые, может быть, где-то в обычной жизни повседневной позволить себе не может. Или, ну, то есть не каждый день он в них обедает, а может, там, раз в неделю. Ну, невесту свою будет водить, ну, невеста, избранница, девушка, которая ему нравится почаще и так далее. И воспитанные, деликатные, правильно воспитанные мужчины, вот что я раньше начала говорить, из-за вот этого социального и религиозного, в том числе, воспитания о том, чтобы не демонстративно, ну, да еще такая немножко старенькая где-то закалка, сейчас у молодежи немножко, кто ему 20 лет немножко по-другому не поступает, но вот вообще, в общем, да, мы берем, если средств, 30 лет, тире 40, 50, 25, может, 28 еще лет. В общем, это очень деликатно происходит очень часто, то есть цветы прислать, анонимную записочку вложить туда, вот такие ухаживания, девушка понравилась, стреляют большеглазками, не подходят их, давай, знакомиться, там, вот, ты гуляла по пляжу, ты мне понравилась, там, пошли на свидание с тобой, можно свой телефончик, нет. Это будет безмолвно в основном, да, если это такая истинная, я имею в виду, симпатия, это переглядок очень много, недосказанности каких-то, не напрямую контакт, или она ему понравилась, не знаю, ну, где-то через знакомых каких-то, он наведет справки, возьмет там, спросит, есть ли у нее кто-то заранее узнает, свободна ли она, возьмет ее номер телефона, найдет через каких-то друзей, там, отправит какую-то смс-очку, или там найдет ее аккаунт в Инстаграме, еще там где-то и так далее. То есть это будет вот так, заранее узнается почва какая-то, подкац, короче говоря, заранее готовится, это деликатно происходит. Когда она уже с ним вышла на контакт, они как-то поняли о симпатии, тогда вот этот момент петушения начинается, красивые цветы, с фразы, там, романтик, прогулки, свидания, ужины, рестораны и все прочее. Вот это обхаживание, максимальный показ себя, выяснение, кто есть кто, какие-то притирочки, взгляды узнаются, интересы, короче, подходят они друг другу или нет, и вот эта симпатия как-то развивается. Очень часто встречаются с друзьями в том числе, парно как-то с друзьями знакомятся, ну, то есть друга позвать на свидание, или она с подружкой может где-то пройти, то, что такое есть, это тоже элементы скультуры, чтобы не смущать, не компрометировать, не показывать открыто, что мы там на свидание вдвоем, то есть условно берется какое-то прикрытие, поэтому девчонки часто, турчанки посвящают своих подружек, у меня тут ухаживает, мы идем на свидание, то есть они очень часто, ну, сплетни и все прочее, любят делиться подробностями, рассказывать про что-то, то есть это не, ну, кто-то всегда в курсе, вовлечен, короче, знает, что там у вас происходит, какая-то ее подружка может знать, может сказать, ну, у нас так же, ну, да, так же, но там прям откровенно могут какие-то подробности рассказываться, планы, доводы какие-то у девчонки свои, там, я думаю поступить так-то, флирты и все прочее, то есть максимально откровенно, по-честному там это обсуждается, это такой коллективчик какой-то есть, кто-то об этом знает. В плане родителей это от семьи зависит, это близости, очень часто девчонки скрывают каких-то ухажеров и так далее, знакомят только, когда там замуж сбираются, или что-то серьезненькое выгорает, есть девочки, у которых близкий контакт с мамами, там еще мамы такие тоже ушлые, которые про настроенную замуж выходить, надо там советики какие-то мамские, женские, раздают женщины, тогда она маме рассказывает, вот мне парень позвал, и девочка, как правило, просит каких-то советов женских, мудрых, как себя вести на свидание, чего сказать, чего одеть, что делать, что не делать, в общем, мамы там отчасти участвуют, манипуляции какие-то учат проворачивать, в общем, наставляют по-женски, как к серьезным отношениям перейти, да замуж, в общем-то, выйти. Такие мамы вот у частные, такое тоже я встречала, нередко, кстати, бывает, ну, то в основном две позиции, либо вообще ничего не рассказывают, максимально скрывают, вообще не говорят, что там, или скажут, ну, там, у меня есть парень, обозначат, но кто он, что, вообще ничего не рассказывает. И родители есть такие, которые не будут лезть и задавать вопросы, тоже держат дистанцию, потому что они и сами знакомиться не собираются. И вот другие очень частные, которые не то, что у частных быстрее приводить, знакомиться, мама именно наставляет, дает советы, учит правильно себя там вести, как быть женщиной и тому подобное, да. В основном папы недовольны, папы ревнуют, папы за честь, за достоинство, и папы любому турецкому папе скажет дочку, что у него какой-то там парень есть, папа там сразу вот такой вот, да, когти выпускает, там, напрягается, контролировать больше начинает, ну, в основном такое отношение. Я такого, что, типа, ну, прям наплевать практически не видела, в основном папы так на негативе за честь дочери, прям напрягаются очень сильно. Если серьезное что-то будет, он не будет рассказывать детали, и папе делится, потому что следили, значит, для него это неважная женщина, она временная какая-то, когда про серьезное, ее преподносит серьезно родителям. Знакомят там, все, короче, по правилам традиционно, и парень не позволяет как-то ее обсуждать заранее, что-то там сам не рассказывает. В общем, держит вот эту дистанцию, потому что ее нужно красиво преподнести, познакомить, показать, что она достойная избранница на всю жизнь, навсегда, потому что здесь всегда все женятся и выходят замуж, с мыслью, что это навсегда, раз и навсегда, развода никакого не будет. И для того, чтобы это красиво все преподнести, все это делается по вот этим этапам. Если мы берем этапы, немножко хотите узнать, то это в среднем. Есть разные вот в больших городах, в крупных Турции, где такое более светское население, прям европизированное очень сильно, то здесь у нас есть пары, которые без брака живут вместе. Но родители, как правило, не знают, они это скрывают. Она говорит, я там у девочки с девочкой живем, родители в другом городе или в деревне, в провинции живут, а он едет с другом, снимая квартиру, уехал учиться или там работать после института. В общем, на самом деле она с парнем живет, а он там с девушкой. Есть такое, ну, как бы секретами такими. И родители, может, там догадываются, если вот папа узнает о таком, он скажет, ну ты и не живи с ней, а давай женись, короче, да. Начнется какой-то конфликт или давление, может быть. Так что сначала знакомиться. Если, кстати, знакомство через знакомых, через родственников, через какие-то праздники, мероприятия по совету, по сватовству, то очень часто здесь минус есть большой. От тебя ждут каких-то результатов. Ты начинаешь задавать вопросы, что там встречаетесь, а вы на свидания ходили или вы начинаете встречаться. Много людей, которые задают вопросов нетактичных, личных, или если у вас что-то не залазит, вы расстались, и у вас тоже задают потом вопрос, а вы что, расстались? А что же причина была? А что такое? Ну, в общем, это тоже не очень комфортно. Вообще в идеале, когда никто, о ком не знает, меньше вопросов задается, и когда родители не лезут, например, вот как мама с советами, да. Когда просто у меня там парень был, проходит время, ой, мы расстались, и все. И как бы тема-то не поднимается. Самый безопасный вариант. Потому что здесь очень часто нарушаются личные границы, и в людей, которые тебе будут давать вопросы задавать, советы свои давать, жизни учить и так далее, и так далее. Их будет очень много. От мамы, тети, сестры, брата, снохи, еще кого-то, до соседей или еще, если они знали, что кто-то там познакомился. Но как минимум, если они будут давать советы, будут ахать и охать, сожалеть. О, расстались! Как печально! Очень жаль, что у вас не вышло. Ну, знаете, вы сами подумайте, да, после расставания не очень, наверное, приятно вот это такое выслушивать. Вроде бы хочется забыть то, что было. Какие-то, может, неприятные или больные ощущения есть, переживания. Тебе каждый раз напоминают какие-то там тети, дяди, знакомые. Или ты вообще, если это по сватовству какое-то, там чей-то родственник, там, не знаю, чьи-то там снохи или еще кого-то, то ты можешь даже на каких-то мероприятиях этого человека еще и встречать в семье. Ну, короче. А он раз такой, например, и с пассией пришел, или с невестой, или с женой. Вообще красота! Потом уже после вас, типа, новые отношения начались. То есть здесь тоже везде есть свои плюсы, какие-то и минусы. Берем общение с европейками и иностранками. Здесь, да, турки более активны, берут нахрапом, обещают очень много, мало делают, сразу начинают петушиться и хорохориться. Они вот этот этап деликатности культуры, они его очень часто пропускают. Но они вообще не думают, как бы, что время терять. Как минимум, там по-другому, менталитет другой. И они быстрее переходят в этапы, вот эти ускоряют, либо перескакивают и быстрее приходят к любви, к отношениям, к постели какой-то, к развитию каких-то, тому подобное. В общем, это не так очень часто, как с турчанками происходит. Если вам попался где-то в интернете или случайно в отпуске как-то познакомить с приличным воспитанным турком, с хорошей семьей, нормально воспитанным, да, и вы видите, что как-то поэтапно, но медленно развиваются отношения, сильно не паникуйте, потому что, скорее всего, он применяет, скажем так, методику, как бы общался с турчанкой. Когда у него есть этапы, знакомить с тем, потом у нас будет то, потом все. Это чисто классический турецкий вариант. Как бы он ввел себя с девушкой здесь местной. Почему это порой медленно, поэтапно и правильно? Потому что для него это показатель серьезности. И турчанка бы захотела серьезное к себе такого отношения, что я что-то значу, что у нас идет время, мы показываем, доказываем отношения, любовь и так далее. То есть сама бы турчанка хотела, чтобы так не относились. Это показывает серьезность, как минимум. А серьезность равно вот эта любовь. Видите, очень многих здесь есть опыт, когда как минимум их родители или дедушки, бабушки женились и выходили замуж без особо большой любви. Какой-то клановости, или так советовали родители, или в силу каких-то обстоятельств. Поэтому здесь не про эмоцию и любовь в основном, а про доверие, надежность, уверенность в человеке. То есть вот это партнерство некое, оно здесь больше в приоритете. Выгода можно это еще назвать с другой стороны. Выгода в том плане, что он мне, мужчина будет защищать, а он надежный. А как у него там с финансами? А если я буду в декрете, например, может он нас содержать? И так далее. Вот эти все простые бытовые какие-то вопросы. Поэтому это медленно, это вот эти вот проверочки, это определенный этап происходит. Если какой-то этап подзастревает, я для вас, как для иностранных говорю, это повод поднять эту тему, поговорить об этом, выяснить. Возможно, у человека какой-то страх есть, надо что-то с этим делать, преодолевать, как-то над этим, в общем, в отношениях работать. Если у вас прям затянулись отношения, вы застряли на каком-то этапе, это для вас красный флажок. Потому что надо ситуацию менять и дальше развивать отношения, либо отношения заканчивать. Потому что ненормально тоже, когда на каком-то этапе развития, если вот вы чувствуете, медленно идут отношения поэтапно, он вам это все рассказывает, и тут они подзависли, подзастряли. Ну, типа, с родителями познакомились, всех знаю, приезжаю в гости, но предложение что-то не, помолвки, как минимум, предложения помолвки никакой нет. Год прошел, второй пошел. Вот это уже повод задуматься. Можно даже задать вопрос, ну что там у нас следующий этап как бы с тобой намечается, что мы вообще с собой делать так, собственно, дружочек будем. Это ему, скорее всего, какой-то страх останавливает человека. Это время, оно всегда какое-то, знаете, регламентированное. Турчанка тоже слишком долго ждать не будет. Если они там 4-5 лет встречаются, очень часто отношения разваливаются, изживают себя, и они тогда женятся потом несчастные, или они, бывает, даже 4-5 лет встречаются, или там у них есть помолвка, но они потом расстаются, и до официального брака это не доходит. Отношения себя изживают. Поэтому надо какую-то золотую середину найти. Правильно, если поэтапно, но не супер затянутые отношения идут, это более такой, ну результат, короче говоря, хороший будет, да, более здоровая история в Турции. Если очень быстро нахрапом, может быть, вы будете счастливы, все окей, большой вероятности процент того, что в браке потом откроются какие-то черты характера, которые вы не успели разглядеть в партнере, до, если все это было так быстро, очень часто потом после этого бывают проблемы в отношениях, потому что ему быстренько-быстренько, а потом, опа, оказывается, он вот такой человек. Я его где-то не досмотрела, не узнала. Разочарования могут быть некоторые. И когда очень долго и затянутся, тоже нездоровая история, где-то в каких-то страхах, я последнее могу сказать, неважно какой национальности, культуры, вообще вероисповедания, ваш избранник, или это человек с вашей стороны, или иностранец какой-то, главное, как вы себя ощущаете в этих отношениях. И не надо списывать, сглаживать на менталитет и разницу культур, то, что вам не нравится. Это просто показатель того, что вам не подходит или не нравится та культура или то воспитание, которое у него есть. Это не говорит о том, что он себя ломает, подстраивает, искать какие-то компромиссы. А зачем они нужны? Вы просто расстанетесь и найдите того, кто его взгляды и культура, в которых будет и скорость развития отношений, вам будет подходить. Все очень предельно просто. А если вы его там условно «Я люблю, не могу его ставить, супер, у нас любовь», и у него такая же любовь к вам, то у вас проблем тогда не возникнет. Потому что у вас есть язык любви, на котором вы друг друга чувствуете, слышите, понимаете, и у вас уже из-за этого автоматически есть некий консенсус, у вас есть некое объединение, и вы уже как бы слышите друг друга и идете на уступки. Но не прям к афрамису, а именно без ущерба, без проблем. Вы слышите своего партнера, что-то ему в ответ делаете, и он также делает это к вам. То есть проблемы самой себе уже не будет, если у вас есть вот эта любовь и взаимопонимание. То есть есть желание понимать друг друга. Вот что я вам сегодня хотела рассказать. Спасибо вам большое за внимание, что вы можете добавить, например, к тому, что я сегодня повествовала вам, кто живет в Турции. Я не говорю это про всех, никогда ничего не обобщаю. Есть разные примеры ситуации. Я говорила просто в общем, что чаще всего встречается. Делитесь вашим опытом, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если вам нужна психологическая консультация моя, то в инфобоксе под видео есть моя почта. Пишите тему письма, консультация, я вам отвечу, мы договоримся о встрече. Подписывайтесь на телеграм-канал о новостях и жизни в Турции. Ссылка тоже в описании под видео. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok